Вообще-то на афише было увидеть Солсбери и мирить. Солсбери будет это обязательно. Значит, это в том числе, это действительно в афише было не точно. Это вечер пьес моих, и увидеть Солсбери будет замыкать этот вечер обязательно и непременно. Извините, если кого расстроило то, что я читал в первом отделении. Он сказал, вот ты тут сидишь, а жизнь проходит мимо. Посреди Манхэттена, стоит голый копой в одной шляпе, ты обязан это увидеть. Стоит голый, играет на гитаре. Да, правда, стоял на тайм-сквере много лет. Но зачем? Я не знаю. Нет, я спрашиваю, зачем мне было на это смотреть? Мало я видел идиотов в шляпе. Он мне говорит, ты удивишься. Идиот! Я вот этими глазами видел Маленкова с Кагановичем. Я видел пятилетку в четыре года. Что еще меня может удивить? Ветеран труда Спиридонова из Воронежа, старая коряга, потребовала горячей воды. Яша, откуда я ей возьму в Воронеже горячую воду? Поставил в раком губернатора, прям в прямом эфире. Спиридоновы привезли от губернатора цистерну горячей воды. Побоются напоследок. А мне, Яша, привезли из Академии наук карту звездного неба на утверждение. Внес исправление. Благодарили. Приблак вам из Иерусалима. Куда не едут актеры, потому что город туда. Дальше анти-Иерусалимская реклама пошла. Вы не первые, кому не нравится Иерусалим. Понимаете? Пара римских прокураторов с вами. Мы выиграли тендер среди городов, претендующих на звание города, родины, бляхи, мухи. Сушко, кого? Бляхи, мухи. Ну вот смотри. Великий Устюг, родина Деда Мороза, так? Ну. А мы, родина, бляхи, мухи. Сушко, он не знал. Бляхи, так никто не знал. А она кто? Бляха? Муха. Врать не буду, сам не знал. Вот справку подготовили. Бляха, муха, междометие неизменяемое. Понял? Сушко, ну так. Синонимы. Ёшкин кот, ёканый бабай. Ёшкин кот тоже у нас родился. Я чуть не знаю. Надо застолбить. А, я же тебе главное не сказал. Вот. Бляха, муха, символ русской удали. Задора. Без шабашности и готовности претерпеть. Потому что, когда в Лондоне они покурили марихуаны, начало казаться, что на самом деле они офицеры групп. И потом выясняется, что все россияне вообще на задании. Все. Петров, помнишь, как мы с тобой познакомились? Баширов, конечно, в паспортном столе. У нас номера паспортов соседней оказались. Правда, забавно? Судьба. А если не судьба? Что? Если нас специально свели. Кто? А вот кто потом в Англию послал, кто-то свел. Хотите искупить вину? Баширов, так точно. Кровью? Баширов, да. Только если можно, не могу. Складцов можно. У России очень много врагов. Собственно, все и враги. Кроме друзей, которых осталось совсем немного. Но это даже хорошо, что немного, потому что эти еще хуже врагов. Все сдохнут, а мы враги. Баширов, так точно. Скажут, что вы рады, я счастлив. Вы теперь будете Абрамешвили. Баширов, не надо. А что вас смущает? Не надо Абрамешвили. Что-нибудь одно. В каком вызвании? Я ни в каком. Просто я главный. Вообще? Да. Самый главный тут. Вообще. Ага. А Путин? А Путин? Не смешите меня. Путин на задании, как и все. На самом деле он из интеллигентной семьи. Ему сделали пластическую операцию. Поменяли IQ. Внедрили во власть. Заставили воровать гуманитарную помощь. Дружить с бандитами, развязывать войны. Он очень страдает, поверьте. За 10 лет до Солсбери я написал димм России. Я подумал, что он хорошо монтируется с этой песней. На мелодию. А мне что? А мне ничего? Я плюю через плечо. Я петь вам не буду. Я вас пощажу. Я вам продипломирую. Спасибо вам. Любой театр. Это самая честная вещь, которая есть в области искусства. Человек, выходящий на сцену, получает все сразу. Приятие, неприятие, смех, тишину. Он получает оценку сразу. И в этом смысле такой выход на публику, любой. Это в равной степени испытание и счастье, и несчастье. И для того, кто на сцене, и для того, кто в зале. Со времен НТВ слежу за его творчеством. Сегодняшний вечер произвел огромнейшее впечатление. И пьеса просто гениальна. Я очень давно так не смеялась. И я очень надеюсь, что у него все будет хорошо. Я много читал Шундеровича. Некоторые вещи, допустим, я не знал, которые он сегодня читал, и происходил в своих пьесах. Послухался в удовольствии. Ну что, ожидаемая встреча с умным человеком, который здорово умеет выражать свои мысли. И, разумеется, это такие встречи иногда очень важны для человеческого общения. И для какого-то понимания того, что вообще происходит в этом мире, даже если мы несколько параллельных с ним вселенных. Это первый раз, и я приду еще.